В семьях российских академиков меднаук пополнение. У знаменитого академика Чазова, бывшего врача Брежнева, академиком стала дочь Ирина. Кроме научного звания, Ирина Евгеньевна унаследовала и отцовское кресло, руководителя Института клинической кардиологии. У директора научного центра здоровья детей Минздрава, академика Баранова, академиком стала жена Лейла Сеймуровна. В центре мужа она еще и трудится замом директора. У бывшего зампреда Думского комитета по здравоохранению академика Колесникова, академиком стала жена Любовь Ильинична. Она руководит научным центром проблем здоровья семьи и репродукции человека. Вопреки давним устоям, все дамы выдвигались и избирались в академию по тем же научным секциям, где уже состоят их мужья и отцы. Я вам должен сказать, что это очень надуманная ситуация, когда там же выбирают, понимаете, сначала секция, потом отделение, потом вся академия голосует. Идет эти там несколько дней обсуждения. Злые люди, как правило, понимаете, пытаются в этом увидеть что-то такое там. Директор знаменитого Бакулевского центра, академик Лео Бакерия, не нарадуется на свою главную научную сотрудницу и по совместительству дочь Ольгу. Всего в 30 лет эта молодая многодетная женщина стала доктором наук и профессором. А теперь, в чуть за 40, избрана в член Коры РАН. В принципе, конечно, это большая радость для родителей. Вот я сейчас с тревогой смотрю на внуков, которых у меня семь. Для справки, в Советской Академии Меднаук было 143 действительных члена и 183 члена корреспондента. Теперь при почти вдвое меньшем, чем в СССР населении, академиков медицины в России 250, а членкоров 270. Может, и впрямь в расчете на внуков плодятся эти академические вакансии. Вы знаете, очень хорошую вещь сделали. Много очень мест в этом году, очень много мест дали для молодых ученых. И академия сильно омолодилась. Академик Рахим Хаитов, бывший директор НИИ иммунологии, мультимиллионер, совладелец крупнейшего в стране производства вакцин от гриппа. По достижении предельного для директоров гос. НИИ возраста, 70 лет, Рахим Мусаевич перевелся в ранг научных руководителей, передав кресло преемнику. А директором является Хаитов Мусар Ахимович. Молодой человек, ему 37 лет. Его недавно избрали членом корреспондентом Академии наук. Это очень большая должность. Вот. Он мой однофамилийся. Вы, наверное, догадываетесь, что он мой сын. Догадаться несложно. Ровно такой же путь недавно проделал Филипп Полеев, сын бывшего директора главной клиники Московской области, Моники, Николая Полеева. Отец-академик перешел на научную должность. Сын занял его хозяйственную, а теперь еще и избрался в член корры. Также членами-корреспондентами меднаук на медне стали. Ксения Краснопольская, дочь директора Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Академика Краснопольского. Алексей Тутильян, сын научного руководителя Института питания РАН Академика Тутильяна. Николай Коновалов, сын научного руководителя НИИ имени Бурденко Академика Коновалова. Сергей Румянцев, сын директора Федерального центра детской гематологии и иммунологии Академика Румянцева. И другие уважаемые лица. Единственный из всех медицинских светил, кто решился и то в весьма общих выражениях откреститься от произошедшего, это 88-летний патриарх НИИ гематологии Академик Андрей Воробьев. Меня больше всего во всей этой катавасе волнует лицо Академии. А не конкретные примеры. В оторванном от личных фамильных персон, я могу сказать, что всякого рода кумовство вредоносно, где бы оно себя не проявляло. Онкоцентр имени Блохина на Каширском шоссе. Крупнейшая онкологическая клиника России и Европы, возглавляемая Академиком Михаилом Давыдовым-старшим. А это Михаил Давыдов-младший. В 28 лет на базе папиного центра он защитил докторскую. Через год там же возглавил огромной НИИ клинической онкологии на 1100 коек. А на днях еще и стал член кором РАН. Вам 31 год. Вы очень молодой член-корреспондент. Возможно, даже сам. Самый молодой, да. Как это возможно стало? Ну, видимо, возможно, потому что была определенная поддержка, я это не скрываю. Но ваш отец был, видимо, главным инициатором. Это вполне нормальное ощущение для любого отца, что хочется передать свое дело своему сыну. Дело как профессию или дело как казенный имущественный комплекс с многомиллиардным госфинансированием? Что именно спешат передать пожилые академики своим сплошь гениальным чадам? В ученом мире существует такой показатель индекс Хирша, который, в общем, характеризует успех ученых. Высокий индекс Хирша больше 10. А у меня сведение, что у вас единица. У меня? Да. Нет, это не так. Это все подается в академию. С индексом Хирша единица выбраться невозможно. И все-таки его выбрали. С индексом цитирования, он же индекс Хирша, черным по белому, единица. Вообще-то, с таким не берут даже в аспирантуру. Научный центр дермовенерологии и косметологии, что в Сокольниках. Несмотря на всю свою как бы государственность, расценки на процедуры тут большинство частных клиник позавидуют. Руководит центром академик Анна Кубанова с зарплатой, согласно официальной декларации, около 4 миллионов в год. Эту цифру ей вполне законно утверждает государство. А вот зам директора Алексей Кубанов, сын, его зарплату почти 22 миллиона, уже подписывает мама. Анна Алексеевна, вот смотрю на сайте вашего учреждения, зарплата вашего сына 22 миллиона рублей. Это серьезно? Я не знаю, какую сейчас вы считаете на сайте. У него здесь декларация. Да, да, вот эту декларацию я и читаю. Простой зам по науке государственного медучреждения 22 миллиона, плюс 3 квартиры, 4 элитные иномарки и океанская парусная яхта. Неужели это правда? Вы можете обратиться только к информации, которую нам дают. Я не даю никаких вам комментариев. А по поводу недавних выборов вашего сына в член коры РАН, пару слов скажете? Выборы проходили в установленном порядке, в установленном. Процедура выбора прописана по каждому пункту. Вот вам, как академику, не кажется, что такая семейственность может умолять авторитет уважаемой организации? Мне ничего не кажется. Вот ничего не кажется. И когда мне кажется, я кричу. Спасибо. 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 Спасибо.